Доброе утро, уважаемые граждане. Сегодня поговорим о физике и по науке. Получается, физика это ложь. Физика вся несостоятельна. Так как не указывается, какое тело, а делается в общении. То есть не учится свойства тел, их способность к нагреванию, расширению, ускорению. А всё это разное. То есть физика должна быть совмещена с химией, биологией и другими науками. А не отдельно. Только тогда можно говорить о верных измерениях. А сейчас что у нас? Абракадабра. Закон сохранения энергии, как и вся физика, это одна большая ложь. Потому что нельзя изучать тела виртуальные, а физика что изучает? Просто тело. У тела есть плотность, есть состав. Например, возьмём чугунный шарик весом в 1 кг. И такой же шарик весом в 1 кг из ваты. И проведём испытания. В итоге результаты их ускорения, нагревания, выделения энергии будут разные. Противоположно разные. И значительно. То есть изучать предметы отдельно от их свойств нельзя. Наука вся должна быть совмещена. Физика, химия, биология. И ещё там много наук. Должны в одной науке быть. А они разделили всё. Как можно отдельно изучать? И у них, они когда начинают сопоставлять формулы, химия так объясняет, физика так, ещё не совпадает. То есть это абсурд и ахинея. Не должно быть такой науки, как физика. Всё должно изучаться в совокупности. Одна должна быть наука. Наука о веществе называется. Наука о жизни и веществе. Все свойства. И его движение нужно брать. Плотность, температуру плавления и так далее. А что они пишут? Например, один ньютон равен один килограмм помножить на метр, разделён на секунд квадратии. Независимо от вещества и от плотности. Ведь понятно, что килограмм ваты даст совсем другой результат, чем килограмм чугуна и так далее. У него совсем другие свойства. И скорость, и энергия будут другая. А тут всё смешали в кучу. Кому-то всё одинаково. Поэтому наука должна быть одна. Физика, химия, биология и так далее. Всё это вместе должно быть изучаться. Наука о веществе и его свойствах. Тогда будет всё гораздо точнее. А сегодня получается просто абракадабра какая-то. И это выдают заистинные знания. Причём обсуждать ошибочность их законов нельзя. Они вас обзовут этим сарлатаном. Неучим пошлют изучать учебник физики ложный. А получается сарлатаны и жулики, все учёные, которые приняли и молчат. Вот это поднимать надо вопрос. Вот это надо вопрос поднимать. Прежде всего. А не то, что там это самое. А не то, что это вот они говорят. Мы же просматриваем, что тело, допустим, они говорят, что тело отдаёт энергии, отдаёт энергии, значит, другому телу. Другое тело всегда получает меньше энергии. Это же тоже чушь. Другое тело имеет такое, как говорится, свойство нагревается и выделяет опять энергию. А это отрицается. Возьмите в печку, как печку растопить, там полено. Положишь полено и даёшь поддув. И пошла тяга. И все стены уже горячие. Значит, одно полено имеет там КПД тысячу. Об этом не говорят. Потому что кирпичная печка, если правильно сложена, если поддув хороший, она даёт хороший результат. А что горит в печке в основном? Да не полено горит. Полено только температуру поддерживает. А горит это водород и кислород. Почему воздух, когда воздух не даёшь, тухнет всё? Значит, полено не горит. Оно только температуру даёт. Плавление за счёт своей плотности, там температура выше в полене возникает, чем температура вокруг. И когда оно даёт температуру, вокруг него горит вот этот кислород, водород. А Полина это типа зажигалку поднес к сигарете Вот то же самое Сигарета зажглась Вот так и зажегся кислород То есть для того, чтобы получить энергии много Тут надо что? Даже не какие-то там Двигатели особые А просто надо материал очень высокой прочности Титана типа того И вот этот котел сделать с этого титана Толстый титан Который выдерживает тысячи градусов И под этот титан поддавать еще поддув воздушный То есть вентилятор сделать снизу Но чтобы он выдерживал И этот можно положить в небольшой коробке вот этой титановой Особой прочности Который выдерживает допустим 50 тысяч градусов И разожги там все Поддавай поддув Разожги там допустим Да хоть что, хоть дерево, хоть что И температура Температура там Будет тысячи градусов То есть вот эту коробочку Можно использовать Для всего отопления Но для этого надо просто То есть нужно просто Плотность и крепкость материала Тоже двигатель Если двигатель обмотка слабая Вот у меня допустим слабомотка 800 ватт он начинает греться Хотя 550 ватт у него Вот А если обмотку сделать более прочную Специально это Каким-то прочным Вот у Рыбникова есть Вот такой вот Прочный материал То она может тысячи градусов И выдавать этот двигатель может не 500 А тысячи Тысячи ватт Только его раскрути Он будет выдавать Вот это непонятно То есть нагрев тела не учитывается Потому что физика-химия разделенная В этом-то и сейчас На этом все заканчиваю Продолжим дальше Разоблачать